Календарь автомобильной истории в которой мы вспоминаем какие события из истории автотранспорта, автомобилестроения и всего, что с этим связано происходили много лет назад, ну а может и совсем недавно. Итак, сегодня вспоминаем события 3 марта. 3 марта 1915 года родился Виктор Николаевич Поляков, первый генеральный директор Волжского автомобильного завода 1966 по 1975 год, министр автомобильной промышленности Советского Союза 1975 по 1986 год. 3 марта 1932 года скончался Альфьери Мазератти, гонщик и создатель одноименной марки. Причиной его смерти стали многочисленные травмы и переломы, полученные при авариях на различных гонках. В этот день в 1934 году состоялась официальная презентация нового Citroen Traxion Avant, одного из первых в мире серийного переднеприводного автомобиля, выпускавшегося французским автопроизводителем Citroen. Всего было изготовлено около 760 тысяч автомобилей данной модели. Можно сказать, что автомобиль был одним из наиболее успешных с передним приводом в 40-х годах прошлого века. 3 марта 1936 года Совнарком Советского Союза включил Государственную Автомобильную Инспекцию или ГАИ в состав Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. При этом госавтоинспекция празднует свой день рождения четыре месяца спустя. Отчет идет с 3 июля 1936 года, когда постановлением Совнаркома было утверждено положение о Государственной Автомобильной Инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. 3 марта 1942 года доработанный образец газовского бронеавтомобиля БА-64 испытали на войсковом полигоне и представили членам Политбюро. Машина была принята на вооружение и рекомендована к производству. 3 марта 1958 года на рынке появился первый автомобиль компании Subaru 360. Япония в середине 50-х была закрытой и совсем не богатой страной, но одной из главных отраслей призваны поднять уровень производства, а значит и доходы граждан уже стало автомобилестроение. Вот и машиностроительный концепт Fuji Heavy Industries, занимающийся в частности авиацией, после нескольких прототипов решился таки делать народные микролитражки. Машина концептуально вполне соответствовала многим европейским аналогам. Компактная и мотор с возрушенным охлаждением расположен сзади. Кстати, имя этой марки автомобилей дал основатель и первый президент компании Кэндзикито, а Subaru это японское название скопления Плеяды в созвездии Тельца. Ну а на сегодня все, завтра ждет нас новый день и новая серия проекта «Календарь автомобильной истории». Каждый день ровно в 20.00 на нашем ютуб канале смотрите свежий выпуск календаря. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, так будет удобнее следить за выходом новых серий. Делитесь своими впечатлениями и воспоминаниями в комментариях к видео, только культурно. Будет замечательно, если поделитесь нашим видео в социальных сетях или просто расскажите о нас своим друзьям. Спасибо за просмотр, до завтра!